Доброе утро, наши дорогие телезрители! В эфире утренняя программа на канале НВТ «Улыбайся». И поэтому, дорогие друзья, с самого раннего утра я призываю вас всех улыбаться. Напоминаю вам о том, что завтра будет 3 декабря, и это международный день инвалидов, поэтому сегодня мы беседуем о людях с ограниченными возможностями. Но скажу сразу, беседуем в русле таком позитивным, оптимистичным, будем вас заряжать тоже энергией. И сейчас в моей студии уже есть гость, и это Зайнеб Дейкамбаева, координатор программ «Арди», юрист. Доброе утро! Доброе утро! Как обычно оно у вас начинается? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, обычно начинается с того, что я приветствую утро. Как вы говорили, что надо встречать с улыбкой, и действительно у вас очень хорошая программа с хорошим названием, потому что от настроя положительно очень многое зависит. Если встречаешь утро с положительным настроем, то все как бы складывается хорошо. И вообще жить нужно, как вы сказали, да, с позитивом, с положительным настроем. Тогда и здоровье будет, тогда и хорошее настроение будет, и жизнь будет краше и лучше. Вот как раз об этом я и хотела поговорить с вами, откуда брать такой настрой, потому что давайте вот начнем сначала, что еще при рождении врачи фактически подписали вам договор, что тяжелая родовая травма, детский целибральный паралич, полная неподвижность. И вот вы сегодня здесь такая красивая, вы улыбаетесь, вы работаете, вы получаете от жизни удовольствие. А вот как произошло такое чудо, как вы все это вот перебороли, как продолжаете бороться сегодня? Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, прежде всего, большое спасибо моей семье, потому что моя семья всегда воспринимала и воспринимает меня как полноценную личность, это залог успеха, потому что если семья любит, если семья принимает, то это как бы первый шаг к тому, чтобы любой ребенок состоялся как личность. И в этой связи мне очень повезло, потому что у меня очень хорошая семья. И несмотря на то, что как в любой семье бывают разные сложности, у нас тоже такое бывает, но тем не менее, вот я могу сказать, что мне очень повезло с семьей, потому что именно они закладывали во мне вот те самые положительные эмоции и умение воспринять ситуацию так, как она есть. Потому что, ну да, есть наличие инвалидности, и, ну, скажем так, это факт, это данность, и от нее никуда не деться. То есть вы это приняли, как бы, эту данность и уже продолжаете жить, невзирая на какие обстоятельства? Вы знаете, я просто, когда еще маленькая была, у меня как-то родители, они всегда воспринимали как полноценную личность, как я уже сказала, и это мне очень помогло принимать меня саму. То есть я как бы росла, не ощущая свою инвалидность, не принимая тот факт, что у меня что-то не так. И даже часто бывало так, что мне кто-то говорил, ой, подожди, давай помогу, и я так словила себя на мысли. То есть вам лучше, чтобы вас воспринимали как тоже полноценного человека? Да, да, я воспринимала себя вот, ой, да, вообще-то у меня есть инвалидность, да, или там, например, вот бывали такие случаи, я там с друзьями иду, они меня забывают там, я говорю, помогите меня, они такие, ой, мы забыли, там, мы всегда забываем, что тебе надо помочь там в передвижении. И вот это, я думаю, самое важное, но это начинается с того, что человек принимает себя, принимает ту жизнь, которая у него есть, потому что есть два пути, да, есть путь, когда постоянно страдаешь и себя жалеешь, и второй путь это, когда просто принимаешь жизнь во всех проявлениях и радуешься жизни. Как сказал апостол Павел, да, я радуюсь, да, и умею быть довольным во всех своих обстоятельствах. Угу, конечно же, особая, да, благодарность вашим родителям, это действительно большой труд, вот они, я думаю, многое в вас вложили, всю душу, все сердце, но я думаю, в любом случае, и все-таки ваш характер, ваш внутренний стержень тоже играет большую роль, вот как вы всегда себя настраивали, мотивировали, вот лично, что вы для себя самой делали ежедневно, наверное, это ежедневный труд? Ну, вы знаете, я думаю, что проще всего это вера, как с самого детства у меня было, что есть Господь, что есть Бог, и что просто нужно верить и радоваться жизни, и жизнь, она и так сложная, знаете, очень много перипетий, очень много трудностей, если человек, скажем, своими мыслями, житейскими трудностями еще больше усложняет, усложняет, усугубляет свою жизнь, то просто нужно вставать и думать, что все будет хорошо, что есть, ну, скажем, на сегодня вот та самая благодать, о которой говорится, да, есть благо в этом, и вот с этим благом нужно жить, и тогда вот все те трудности, которые возникают в течение, там, жизни, в течение дня, они как-то сами с собой преодолеваются, но просто все зависит от настроя, я могу сказать, что я вот даже себя сравниваю, вот когда я была ребенком, я все воспринимала очень легко и с благодарностью, но почему-то потом, когда человек взрослет, он начинает это утрачивать, и сейчас я могу сказать, что я поняла, что это очень хорошо, даже во взрослом возрасте, вот, жить с легкостью, жить с чувством благодарности и радоваться жизни, и вы знаете, когда это делаешь, то жизнь, она приобретает совершенно чудесные краски, и это уже не зависит от того, есть у человека инвалидность или нету, конечно, у человека с инвалидностью гораздо больше сложности, но, как я уже сама сказала, что это от человека зависит, либо он упрощает свою жизнь, либо усложняет. Либо усложняет. Да. Замечательно у нас началось все утро с такой позитивной, положительной беседы, друзья, я думаю, что вы, так сказать, вот намотаете себе на ус, не забывайте, что всегда нужно быть на позитиве, обязательно меняете свое отношение к жизни, мыслите вот именно в таком позитивном ключе, мы продолжаем, а пока я предлагаю вашему вниманию музыкальный клип, чуть позже мы обязательно вернемся к нашей беседе. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам, беседа у нас сейчас складывается такая очень интересная, я бы сказала, довольно-таки полезная для вашего тоже соучастия, говорим о жизни, о людях с ограниченными возможностями, и что самое главное, о таком позитивном отношении к жизни. Сейчас у меня в гостях Зайна Дейконбаева, координатор программ ОРДИ, юрист. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, начали с того, как у вас вот все начиналось, говорили о вашем здоровье, вот у меня вопрос такой, вы говорите, что вас поддерживали всегда родители, они не давали вам почувствовать себя неполноценным ребенком, человеком, но я думаю, была какая-то, ну, школа, может быть, специализированный или нет, детский сад, либо такой момент, когда вам пришлось столкнуться с другими людьми, с окружающими, и вот мне очень интересно, как это все происходило, как они реагировали, потому что, я думаю, в некоторой степени психологически это нелегко. Ну, вы знаете, я могу так сказать, что училась я с первого в реабилитационном центре «Уметь надежда», он еще был основан, если я не ошибаюсь, в 89-м году, то еще в советское время, это было единственное альтернативо, поэтому я там училась в садике. Потом я училась на дому, а потом я пошла уже в общеобразовательную школу номер 27, очень благодарна и педагогам, и замечательная школа общеобразовательная. Все, я поняла, где я вас видела, я тоже закончила школу, среднюю школу номер 27. Вот. Все, вспомнили. Вот. Так. И, в общем, всегда отношение было очень хорошее, то есть и в школе, но единственное, я могу сказать, что в обществе, в обществе у нас все-таки, конечно, стереотипы в отношении людей с инвалидностью, и вот я могу сказать, что я вот когда даже маленькая была, все мне говорили, вот мы с тобой не будем дружить дети, потому что ты не ходишь. И я думала, как бы мне привлечь внимание деток, чтобы со мной играли. И я там выносила посуду, я там выносила все свои игрушки, и мне говорили... То есть вы не отворачивались от этих детей, и наоборот пытались раскрыться. Я пыталась наоборот, чтобы какими-то способами привлечь детей, чтобы они со мной играли. И я была, знаете, я была мамой, я была бабушкой, я готова была быть бабой-ягой, лишь бы дома не сидеть и быть в обществе, играть с детьми. То есть у меня не было озлобленности по отношению к детям, потому что я понимала, да, что они дети, что как бы их восприятие таково, и что мне нужно самой как-то меняться, что-то делать для того, чтобы как бы привлечь их внимание. Такое не детское мышление было на тот момент, я бы вам сказала, если честно. Да, и я могу сказать, что, конечно, когда сейчас я взрослая, сейчас я уже общаюсь только с теми, кто хочет со мной общаться. Потому что я понимаю, что насильно мил не будешь, и что нужно общаться только с теми, кто тебя принимает. Ну, потому что, ну, как бы уловки уловками, но все равно люди общаются только с теми, с кем им приятно и удобно. Это уже, наверное, не зависит от инвалидности. Но с другой стороны, я понимаю, что очень многое зависит от самого человека, потому что как бы от того, как ты живешь, от того, какие у тебя принципы в жизни. Какой ритм в жизни. Да, какой ритм в жизни люди к тебе либо тянутся, либо отвергают. Это уже не зависит от того, есть инвалидность или нет. С другой стороны, как бы та ситуация, в которую я попала, помогает мне понимать разных людей. То есть разные социальные группы. Еще я думаю, что это мне помогает даже понимать людей, у которых есть ментальные нарушения и психологические нарушения. Потому что если человек с физическими нарушениями часто становится изгоем, тем более люди, у которых есть синдром даун, аутизм, там, какие-то другие нарушения, то им вдвое сложнее. И в этом связи я бы хотела сказать, чтобы наше общество все-таки научилось видеть разное и принимать разное. Потому что все мы люди разные. И у каждого свое, да, и у каждого есть и хорошая сторона, и плохая. Просто инвалидность это такая вещь, которая видна сразу, да. Потому что если, например, я всегда говорю, если у человека будет на лбу написано лентяй, то представьте, если он будет идти по улице, его уже не будет воспринимать как личность, его будет воспринимать. А, лентяй идет. А вот инвалидность, она такая же. То есть идет на первый план инвалидность, а потом уже личность. И получается, что инвалидность это как клеймо, как вы сказали. А мы как бы пытаемся сказать, что ну не смотрите на меня, как на человека с инвалидностью. Не смотрите на инвалидность, посмотрите на личность. Это, загляните внутрь человека. Да, то есть вот как бы, да, то есть постарайтесь, чтобы вот это как клеймо на лбу было стерто, да. Чтобы не смотрели на лентяя, а посмотрели на человека. Потому что человек может быть перестать лентяем быть, но человеком он останется. То же самое, да. Ну, в конце концов, мы все люди, да. И статус, скажем, каждого человека, он скрыт. Но статус человека с инвалидностью, особенно с физическим нарушением, он как бы идет. И он как бы сопутствует. Его не скроешь, по сути. И его не скроешь. И в этой связи как бы общество, да, ну как бы воспринимает человека с внешними параметрами. Но это, конечно, тоже проблема того, что мы любим красивых людей с определенными параметрами. Включают плодежки, вообще все начинают рассмотреть визуально. Да, и от этого же много проблем. То есть у людей там стремятся стандартам 90-60-90, и вот люди страдают там аналитиксеей, другими проблемами. Но молодые девушки-то не понимают, что вот эта красивая фигура, это хорошая подсветка, это хороший макияж и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот эти все стандарты красоты, они очень часто мешают людям как бы смотреть на естество, на красоту человека. А красота человека это не в том, что есть у человека инвалидность или нет, это красота его личности. Это душевная красота. Отлично. Зенеп, вы работаете координатором программ ОРДИ, поясню нашим телезрителям. ОРДИ это у нас ассоциация родителей детей инвалидов. Вот, сейчас обязательно эту тему мы с вами обсудим, но прежде я предлагаю посмотреть сюжет по теме нашего сегодняшнего дня. ТОП-5, рубрика ТОП-5. И сегодня мы будем говорить о тех людях, которые, несмотря на свои проблемы со здоровьем, не опустили руки. Я думаю, что именно с таких людей и нужно брать пример. Все, внимание на экран. Еще раз приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Напоминаю вам о том, что завтра, друзья, Международный день инвалидов, поэтому сегодня мы говорим о людях с ограниченными возможностями. Но скажу я одно, что говорим мы в ключе позитивном, в таком позитивном, хорошем русле, когда не стоит опускать руки, отчаиваться, нужно жить, радоваться жизни. И вот именно это и делает Зейнеп Дейконбаева, координатор программы ОРДИ, юрист. Тоже есть некоторая степень инвалидности, но несмотря на это, это улыбка, это стремление жить. Вы просто меня на самом деле восхищаете. Вот, и мы начали говорить об ассоциации родителей детей инвалидов. Вот можно в двух словах рассказать нам об этой ассоциации, о вашей работе в ней. Ну вообще наша организация уже 20-летие справляет, мы были основаны в 95-м году для того, чтобы продвигать права лиц инвалидности детей и их родителей. И мы работаем на стратегическом уровне. Мы разрабатываем вот... Кстати, да, вы вот не с пустыми руками пришли, я тут ежедневно хорошо. Мы в этом году разработали образовательный стандарт для детей с инвалидностью. Вместе с Министерством образования при финансовой поддержке фонда СОРОС. В рамках проекта ОРДИ, комплексный образовательный стандарт, основа для инклюзивного образования. И этот стандарт, он со всеми пояснениями, со всеми предложениями. И могу сказать, что этот стандарт хорошо будет применяться. Но мы посмотрим его применимость на этапе апробации, который будет вместе с фондом СОРОС, ОРДИ и с организацией ФЕЦА в Кыргызстане. Ну, и я могу сказать, что наша организация, она старается работать с тяжелыми детками, вот с определенными нарушениями. И вот у нас даже есть такая публикация, где мы показываем, с какими сложными детьми мы работаем. И вот по методике игровой, карточной, мы проводим занятия с очень сложными детьми. То есть наша работа, с одной стороны, основана на том, чтобы разрабатывать различного рода проекты. Сейчас у нас, например, проект с фондом СОРОС по правовой поддержке. Это мы анализируем, мы мониторим закон о доступе к информации. И уже у нас есть предварительные итоги. То есть мы помогаем государственным органам улучшать сферу доступа к информации. В то же время помогаем родителям добывать эту информацию. То есть правильно подавать обращения. И вот мы анализируем всю эту ситуацию. То есть вся наша работа основана на том, чтобы изменять ситуацию в сфере инвалидности. Ну вот регулярно вы брошюрки, да, как я поняла, выпускаете. Здесь и для родителей есть руководство определенное. И вот как защитить ребенка с ограниченными возможностями. На самом деле очень такое полезное, думаю, чтиво для таких людей. Да, и на кыргызском языке, и сборник нормативно-правых актов, и анализ законодательства. И кроме того, мы даже помогаем государственным органам, вот, потому что государственные органы тоже должны знать, какие они услуги предоставляют, какие права у людей с инвалидностью. То есть получается мы работаем на таком фронтальном уровне. И государству помогаем, да, выполнять их задачи, и помогаем родителям. А вот у вас личное какое-то такое вот желание, касаемо ассоциации, какая-то мечта, быть может, у вас есть какие-то задумки, какие-то планы, что бы вы хотели осуществить в ближайшее время? Ну, скажем так, вот в рамках данного года, который уходит, либо вот у вас какие-то уже такие долгосрочные планы, допустим, на следующий год? Ну, вы знаете, вот в этом году мы бы хотели, а как обычно, на 3 декабря у нас мы помогаем Европейскому Союзу провести семинар «Равные права для всех» и для каждого 3-4 декабря. И там мы будем обсуждать тоже положение лиц с инвалидностью. Я могу сказать, что в этом году мы постараемся сделать к дню лиц с инвалидностью тоже такой итоговый семинар, форум при финансовой поддержке ИКО Кооперейшн в рамках проекта «Усиление родителей детей с инвалидностью». Потому что у нас был большой проект, который мы разработали вместе с Министерством социального развития «Минимальные социальные стандарты». И эти стандарты были приняты в рамках постановления. И мы будем обсуждать этот проект, и мы будем обсуждать, что дальше делать. И в какой-то степени мы подведем 20-летний итог нашей деятельности. Вообще, что за 20 лет вообще существования Арди произошло, какие сдвиги в сфере инвалидности были. Я могу сказать, что итоги очень хорошие. Вот за 15 лет, раньше, если только говорили о проблемах в сфере инвалидности, если говорили только о физической инвалидности, то сейчас говорят уже об аутизме. Есть организация «Рука в руке», которая очень хорошо продвигает этот вопрос. Говорят уже о синдроме Дауна. Есть организация «Лучший добрак», которая тоже даже открыла инклюзивный садик для таких деток. То есть наши коллеги, они тоже делают очень много для того, чтобы решались проблемы, а не просто об этом говорилось. Ну что ж, Зинеп, желаю вам успехов в ваших продолжениях, начинаниях. И в завершении нашей беседы, конечно же, мне бы хотелось услышать от вас пожелания для наших телезрителей. Это в первую очередь. Ну и, конечно же, если нас сейчас смотрят люди с ограниченными возможностями, быть может, некоторые из них немножко опустили руки, чтобы вы к ним тоже обратились. Пожалуйста. А вы знаете, вот 12 декабря, мы не 3 декабря, мы 11 декабря будем проводить Всемирный день лица инвалидности, будем проводить эти итоги. И как раз это будет приурочено к 12 декабря, Всемирному дню здоровья. И вот вы видите, у меня значок «Здоровье для всех», где говорится «Universal Health Coverage Day». Это значит, мы говорим о праве на здоровье. И в этом «Дне здоровья» мы хотим сказать, что инвалидность – это не только вопрос здоровья, это вопрос прав людей с инвалидностью. И это вопрос того, как должны жить люди с инвалидностью. И пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем тем людям, у которых есть инвалидность, чтобы сказать, что очень важно то, как вы воспринимаете себя и свою жизнь. Вы не сможете изменить свою инвалидность. Но вы сможете изменить свою жизнь, свое отношение к жизни. И тогда ваше отношение к жизни будет чудесным, замечательным. Я знаю очень много лиц с инвалидностью, которые, несмотря на то, что имеют инвалидность, достигли больших успехов. Это мои дорогие коллеги, такие как Дастан Бекешев, Гульмир Аталиева, Гульмира Казаконова, Искандер Султан Алиев, Мирбек Асангариев и другие мои коллеги. Так что, кого не перечислила, простите меня, пожалуйста. Но в любом случае, все вы большие молодцы и пример для нашего народа, который очень много делает для того, чтобы Кыргызстан наш развивался. Что же, большое спасибо за такие теплые пожелания, за такое позитивное начало утра. Спасибо за беседу. Приходите к нам в гости еще раз. Напоминаю, что у нас в гостях была Зинеп Дейконбаева, координатор программы «Арди Юрист». Завтра, да, будет у нас Международный день инвалидов, поэтому сегодня мы беседуем о людях с ограниченными возможностями. И, кстати, вот, пользуясь случаем, хотела вам рассказать о том, что также завтра будет день компьютерной графики. И по этой причине мы приготовили для вас замечательный сюжет, который поведает вам о том, в каких современных картинах максимально была использована компьютерная графика. Давайте ознакомимся с этими фильмами, после которых мы обязательно послушаем музыкальный клип. И я верю, что он обязательно поднимет вам настроение. Все, внимание на экран.